спонсор показа бош бош техника которая говорит сама за себя всем добро пожаловать друзья на канал rtr молдова конечно в эфире самая долгожданная программа а звука вкуса которая как всегда кормит рассказывает о чем-то очень познавательном и сегодня уже по прошествию всех наших национальных праздников вот в таком вот ограниченном режиме без каких-то масштабных больших и грандиозных концертов тем не менее мы еду можем немного отдохнуть и я с удовольствием готов представить вашему вниманию коллегу с которым мы трудимся на одном канале коллегу с которым у нас одна бухгалтерия как мы шутим да за за кадром да вот дмитрий спивакова который сегодня хочу представить не столько как в образе ведущего нового утра на канале rtr молдова как и человек у которого есть удивительное и очень брутальное хобби поэтому под твою брутальное хобби димка я сегодня на приготовил рецепт очень такого брутального блюда ну во-первых арбирах хочешь а вот так вот давай по нормальному вот мне как-то вот так больше радости доставляет итальянцы еще целуются но это другая история доброго утра вот что хочешь сказать сколько у нас сейчас сейчас у нас действительно утро что у нас у нас если говорить про время программы то сейчас где-то как раз уже начало десятого уже люди в субботу просыпаются как раз возможно того что ты прокачиваешь свой мотоцикл понимаешь и то есть я своим шумом да разношу все давайте так давай я расскажу что мы готовим итак сегодня в принципе название этого блюда ленивая пицца то есть я знаю что мужчина ну так они устроены по себе знаю нам лень готовить нам лень готовить и очень часто особенно в субботу когда с одной стороны хочется уделить внимание своей половинке вроде как будто что-то хочется но вот сидеть заморачиваться там месить тесто или какие-то еще ингредиенты собственно чего да мы и женимся да 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 что он готовит поэтому сегодня основные ингредиенты это лаваш мы взяли максимально полезный лаваш и так сам по себе полезный ингредиент потому что не зря все-таки кавказцы вот такие вот подтянутый как дима вот да все теперь ты ты теперь будешь это вот так вот делаем мы взяли шпинатный лаваш зеленый нам понадобится яйца понятное дело твердо сыр ветчина помидоры лучок и зелень зелень будет просто как бы в конце ты знаешь вот извини я тебе перебил с точки зрения кавказцев у нас на самом деле идеальное сочетание мяса и овощей ты знаешь да что с точки зрения кавказа у тебя когда ты готовишь мясо у тебя должно быть в три раза больше овощей да зелени агруты посмотри у нас не очень правильные в этом в этом смысле да но сегодня я тебя пригласил именно с точки зрения твоего хобби у нас есть ты видел уже да такие очень удобные гаджеты на этом гаджете я попрошу тебя натереть сыр вот да ты знаешь как эта штука работает не обзывался да смотри я предлагаю этот кусочек разрезать пополам но этот брусочек пополам запихиваешь туда его чуть-чуть проталкиваешь нажимаешь вот эту вот штуку и все просто да это буквально две секунды то есть вот это вот эта терка эта терка опять же говорю ленивая пицца друзья сейчас мужчины вот включат всю свою лень и и я думаю что у дима это получится скажешь просто я привык таким абсолютно классическим вещам например то есть я понять терка она вот такая вот квадратная из нержавейки все до 4 части ничего не ломается и все руками даже мясорубка мясорубка это то же самое единственное что могу словаться в советской мясорубке это табуретка которые ее крепили а тут оказывается ничего крутить не надо ну-ка да здесь просто пару твоих любимых джи и все понимаешь ой смотри легко и просто да так вот с какого с какого времени началось твое увлечение скажем автомобилями всем таким мальчишеским и и когда-то впервые сел за руль мотоцикла когда-то и вот осмелился и понял что как бы вот крутить рукоятку это реально как бы круто смотри я не знаю вообще как это случилось потому что у многих вот с мотоциклами детство связано да там у кого-то где то там у родственников деревне был старый советский мотоцикл и они там гоняли а у меня мечта такая появилась еще в районе лет двадцати вот мне захотелось но я очень рад что в 20 лет у меня мотоцикла не появилась и когда я уже немножко подуспокоился я понял что вот сейчас наверное уже можно тогда что да я я оттуда все рукой выковырял все правильно прекрасно супер-супер сможешь разоговорить и тоники прыжочками слайсировать но хотя бы два пока не шага и вот собственно вот где-то два года назад у меня появился старый мотоцикл к 750 и на может быть старожилы помнят не помнят этим этот урал это завод кмз который после этого стал заводом днепр а днепр после это уже чуть позже произошло как то так получилось что мы вроде начали работать над этим мотоциклом но все зависло в этом году ко мне случайно попал мотоцикл в это получается дедушки жены моего друга а а кишиньо кишиньо поставил вот тут украинские они они а 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 и и а а а а что тебе еще рассказать про мотоцикл? ты просто реально сейчас начал заниматься мотоциклом, когда заканчивается байкерский сезон, но я хочу отметить, я надеюсь, что мы эти кадры тоже сегодня покажем, что ты принимал участие вот в этом джентльмен джентльмен дистингуще джентльмен с райт. окай, расскажи, что это людям? рассказываю. это мероприятие, которое каждый год в один день проводится по всему миру. что оно из себя представляет? большое количество людей на классической мототехнике выезжает в город красиво одеты, в пиджаках, с бабочками, с галстуками. ну, как подобает джентльмену. да, естественно, и это именно классическая мототехника, либо стилизованная под классику. смысл этого мероприятия в том, что каждый участник, каждый райдер, который выезжает в этот день, он делает определенную донацию на сайте. эти деньги все отправляются в одно место, и там занимаются решением мужских проблем со здоровьем. понял. вот, и поэтому это очень классное мероприятие, да и плюс к этому, ты знаешь, как приятно ехать на таком мотоцикле, там, с коляской, у кого без коляски, все он отвалится, машут тебе, вот так показывают классно. вы же там тоже катаете? то есть я видел там, в принципе, и коллегу нашу, Таису. конечно. во всем этом действии, во всей этой процедуре. конечно. я тебе скажу больше. люди с детьми туда приезжают, катают деток, детки ездят там в коляске, рядом, улыбаются все. в общем, это очень позитивно, и именно, что важно, семейные мероприятия. это не вот эти, не вот эти товарищи, это очень вежливые, приятные люди. итак, сейчас мы покажем эти кадры, сейчас вот мы их покажем, потому что дальше у нас процесс будет не менее приятный, интересный. я здесь сбил просто яйца, взбил с солью и перцем, мы сейчас подогреем нашу сковороду, туда зальем растительного масла, и первоначально вылим части вот этой вот яичной смеси, для того, чтобы она начала уже чуть-чуть схватываться. в это время я должен буду очень быстро лист лаваша вырезать по диаметру, также вот как колесо, наверное, что там еще у мотоцикла круглое, как диск вот вырезать, и сверху, на пока схватывающейся вот эту яичную смесь при температурном воздействии, сразу же прижать этот лаваш, и как только она схватится, я переворачиваю лаваш на другую сторону, и мы в темпе вальса, что называется, выкладываем ветчину, выкладываем помидорки. сейчас, Дима, еще помимо помидорок... Сюда перекладывать, чтобы ты мог нарезать нам и лучок этот зеленый, и мы начинаем уже, собственно... Ты практически всю готовку сегодня на меня спихиваешь. Нет, ну почему, я же вот, смотри, лаваш взял. Ну ладно, ладно. Да, а хочешь... Так, а где сидишь? Подожди, вот ты его сделал, собрал сейчас. Дальше, ты его что с ним будешь делать? Ты его оставляешь... То есть, сейчас же получается, ну, как бы зима-холода, и что дальше? Зима-холода, одинокие дома... Нет, на самом деле, я думаю, что зимой мы тоже будем ездить, потому что мы хотим запустить один интересный проект. Мы можем уже говорить о нем? Да, мы можем уже о нем говорить. Называется он To Travel Big Motor Quest. В чем суть? Мы будем кататься на старом мотоцикле, у нас будут разные интересные гости, и мы будем делать добрые дела. Ну, естественно, в рамках проекта добрые дела с первого раза получаться не будут, поэтому это все и называется Quest. То есть, большое такое приключение, которым мы будем заниматься. Должно быть очень любопытно. И когда планируете этим всем начать заниматься? Ну, собственно, я вот думаю, что уже через недельку-полторы первый выпуск у нас уже будет на канале. То есть, вот канал в YouTube, Facebook, Instagram, это все вот туда. То есть, у тебя вот это вот мальчишеское как бы увлечение, оно сейчас просто переросло, скажем, в некий такой уже, ну скажем, профессиональный подход. Мне просто хочется, чтобы это было не только любопытным, но и полезным. Вот этого мне бы очень хотелось. Так, держи растительное масло. Да, ну что, мы тогда подогреваем сейчас растительное масло. Если вы помните, любой шеф-кор вам скажет, что для начала нужно все-таки подогреть саму сковородку, потом уже туда налить растительного масла. Оно схватывается достаточно быстро. Теперь мы добавляем чуть-чуть, потому что мы сделаем сегодня две пиццы ленивые. Вот, выливаем таким образом яичную смесь. Она начинается сейчас по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. По чуть-чуть. Так, а что ты хотел, чтобы я сделал в это время? Мелко нарезал лучок. Ты можешь протереть досточку. Хорошо, да, я могу протереть досточку. Не совсем ровно у меня получилось, конечно. Скажи, что самое сложное вообще в управлении мотоциклом? Потому что я видел пару кадров, как у тебя не с первого раза получилось нажать на педальку. Ты знаешь, там вообще очень много историй, связанных уже с... Хотя мотоцикл у меня всего-то три месяца, вот если говорить с момента и покупки именно этого. Да, но сколько уже внимания? Сколько приключений, я так скажу. Спасибо, что я жив. Вот прям, да, спасибо. Это самое главное, да. Потому что мотоцикл по дороге мы перевернули. А, уже? Да, и как-то так получилось, что как раз в этот момент за рулем мотоцикла меня не оказалось. Я должен был сидеть в коляске, но в последний момент вышел из коляски, и вот мы перевернули мотоцикл. Я бы с вами сейчас просто не разговаривал бы. По этой вот траектории тут даже следы видно. Улетел мотоцикл. Вот, вот отсюда следы видны. Вот это вот дорожка правого колеса, колеса коляски, и вот как-то вот туда ушел мотоцикл. Красиво! А хочешь, я тебе расскажу вообще, откуда у меня пошло это увлечение? Давай. Тоже очень любопытная история. Вообще, историй сегодня будет много, я точно говорю. Да, это очень хорошо. Я на самом деле просто вот в рамках утренней программы, понимаешь, я никогда об этом не рассказывал. А я знал, я знал. А мне хочется. Так я знал, что хочется иногда выговориться, и понятно, что в рамках своих рабочих мест мы не всегда успеваем это делать. Да, да. Вот смотри, у меня на руке часики. Да. Этим часам уже где-то 35 или 40 лет. Хотя Диме не столько. Да, мне меньше. Это часы моего дедушки. Окей. Когда-то, когда мне было лет 10, мне стало интересно, а что будет, если залезть в эти часики. Я, собственно, открыл часики, там такая пружинка вращается, часы называются Победа. Может быть, я уверен, многие знают о них. И, собственно, собственноручно ткнул туда иголочкой и часы поломал. Угу. 20 с хвостиком лет эти часы просто лежали дома. И тут я решил, а я люблю старые вещи, потому что, а что бы не восстановить часы? Так. Естественно, отремонтировал часы. Режьте луком. И теперь вот с удовольствием их ношу. И точно так же, знаешь, вот со всей старой техникой. Она особенная. Все, я спинологически понял твой. Она особенная. Да, да, да. Вот тогда вещи делали с какой-то любовью к деталям. И, согласись, вещи были какие-то сразу изначально более долгопрочные, что ли? Конечно. То есть сейчас вот эти вот вещи, которыми мы пользуемся и которые достались нам по наследству от наших представителей поколений, действительно, они... И они еще будут жить, знаешь? Да. Они не просто, что вот сейчас чуть-чуть починил, и оно ходит там, работает и так далее. У меня дома стоят два кресла 64-го года. А, батисклетки? Советские кресла. Нет, нет, я имею в виду обычные дома кресла. Ага, ага. Я обновил ножки, то есть зашкурил ножки, покрыл их лаком. Сам корпус кресла, а они такие в скандинавском стиле, из какого-то... Я не знаю, из какого материала, очень похожи на советский пластик. То есть они прям литые такие, интересные, ковшеобразные. Зеленюшку тоже чуть-чуть нам буквально. Да, 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 да. Ага. Перешил кресло, и теперь вот наслаждаюсь старыми вещами, которые вот, знаешь, обретают какой-то новый абсолютно вид, более современный. Я люблю это. Ну, я, честно скажу, открою небольшую завесу тайны. Друзья, я пару раз проезжая мимо Пырыты, да, заставал тебя за какими-то постоянно вот такими мужскими занятиями. Что-то ты там красил, пилил, забивал, оттачивал с болгаркой. Это тогда что ли работало? Я не помню, что... Да, было было. Чуть-чуть просто зелени, да. Вот. Я смотрю, что несмотря на то, что тебя часто люди видят в таком классическом джентльменском виде, вот, ты даже на кофе утром выходишь вот именно такой весь. В пиджачке, значит, это платочка. Они прям... Да. Такое, как бы, да. Вот. И такое ощущение, что действительно как бы человек приехал сейчас на дорогом автомобиле и, в принципе, дальше собирается на нем же уезжать с этого кофепития. Но, нет, Дима не такой, Дима действительно продолжает удивлять. И вот сегодня как раз моего коллегу мы открываем с другой стороны, говорим о его вот этих удивительных мужских хобби. Вот почему сегодня у нас и в меню линейная пицца. Обычно линейная пицца. Да. Мы что, мы прерываемся на рекламу, хотели показать успеть, но, наверное, сделаем это все во втором включении, что гораздо интереснее. И после рекламы у меня еще две шикарные истории расскажу, вот прям с удовольствием. Вот. Как говорят в ТикТоке, смотрите до конца. Спонсор показа – Bosch. Продолжается «Азбука вкуса» на канале РТР Молдова. Дмитрий Спиваков. Все еще в наличии. Все в наличии, да, в другом амплуа. Сегодня мы говорим о его хобби, об его увлечениях. В данном случае, действительно, это мотоциклы и автомобили. Насколько я знаю, то есть ты балансируешь между… И я каждый раз думаю, как, то есть вроде как водитель, ну, редко садящийся за руль мотоцикла. Я понимаю, что как раз это совершенно две как будто разные прослойки людей, которые водят и едят по дороге. Потому что одни боятся других, понимаешь? Я бы вообще сказал, я один из идиотов, который любит старые машины, понимаешь? Это полный набор удовольствий, которые никому бы не посоветовал. Ну, знаешь, Дмитрий, не хочу, конечно, шутить. Давай. Галки так доигрался. Не надо так шутить. Не надо, не надо. Вот, давай все-таки, да, у тебя есть, во-первых, то, что удивительные истории. Я быстренько проговорю, что у нас получилось. Вот это пицца Димина, она уже как бы готова. Мы сегодня, знаете, два колеса все-таки, у нас будет двухколесная, да, история. Эта пицца Димина очень простая. Честно, если я вот чуть-чуть приподниму, и вы посмотрите, то она вот… Вот она уже хрустит, то есть даже слышно, как она хрустит. Слушай, давай еще раз, я вот микрофончик поближе поднесу. Вот она. Ага. Вот она. То есть, когда вы будете разрезать, вы будете действительно кайфовать от того, что лавашик, он немножко подсушивается на сковороде, и это очень круто. Но мы обещали показать видео с твоего джентльмен… Дистингущее джентльмен слайд. Окей, сэр, окей. Окей, сэр. Окей, сэр. Окей, understand you, understand you. Вот, мы сейчас это посмотрим, буквально несколько секунд. Внимание на экран. И потом продолжим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я обещал рассказать слезливую историю этого мотоцикла. Давай, кстати, вот ты его восстановил, перекрасил. Еще не закончил. Еще не закончил? Сейчас, вот это одна из слезливых историй со слезами на глазах. Потому что это настолько сложный процесс, как оказалось, хотя там запчастей два ведра. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, у нас в данном случае два колеса. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот я даже понимаю, что вот я на эту штуку смотрю, я понимаю, так, значит, это отдать на гальванику, значит, диск немножко вибрирует, подшипники заменить, ручку обточить, что-то поменять. Все, это диагноз. И вот так исправишь на все после этого. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА То есть ты уже разбираешь глазами, да? То есть вот есть мужчины, которые раздевают глазами, а ты разбираешь глазами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот запрещено. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, в этом плане, конечно, так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, скажи мне... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Говорю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Друзья, была мысль. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А, вот, да, по поводу все-таки женского внимания и женского отношения. Как все-таки твоя половинка относится к тому, что мотоцикл это не самый безопасный вид транспорта? И вообще как она поддерживает твои увлечения? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Или каждый раз закрывает глаза? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сразу объясним на тему мотоциклов. Мотоциклы бывают разные. Есть жужжалки, которые прилетают по городу, да, и мы все знаем, что зачастую, особенно когда эти жужжалки покупаются в несознательном возрасте, заканчиваются они хорошо. И еще без какого-то должного образования, скажем? Без воспитания. Без воспитания. С юношеским максимализмом, тестостероном в крови и так далее, и так далее. Плюс к этому без экипировки. Да, заканчиваться это обычно плохо. Но когда ты едешь за городом со скоростью 50-60 км в час... А потому что это все-таки не новый мотоцикл? Да, дело не в этом. Они уже выходят из рук после реставрации в состоянии лучше, чем они выходили с завода. Поэтому как бы, ну, технологии, ладно, никто не отменял. Но у тебя плюс к этому еще третье колесо. Есть коляска, понимаешь? И ты едешь. Ветер обдувает тебя. Ты улыбаешься. Все вокруг тебя показывают вот так. Есть мой личный шлем? Конечно. И у моей будущей супруги тоже есть личный шлем. Как бы все. Мы едем, улыбаемся. Народ проезжает. Вот так вот показывает. Это уникальное ощущение. Второй вопрос, Дмитрий. Дороги. Как же ты тогда на машине иногда как бы тебя там аж перетряхивает и укачивает? По хорошим дорогам ездить надо. А, ты знаешь, где они есть? Три направления. А, есть три направления. Да, да. Это север-юг, вверх. Хорошая дорога, да? Только так. Ну, на самом деле, как бы, если медленно, то можно и по плохим. Но жалко. Внимание, так сказать, органов правопорядка. Обращает ли внимание, просит ли... Иногда даже просят сфотографироваться. А, вот так вот, да? Даже так. А можно ли я присядываю? Ну, типа этого. Слушай, ну круто, круто. То есть, я считаю, что это абсолютно мужское увлечение. И я так понимаю, что это увлечение, ну, настолько захватывает тебя и забирает все твое время, что, в принципе, на что у тебя еще остается время? Что я бы никому это увлечение не посоветовал бы. А. Даже так, да? Если вы решили купить старый советский мотоцикл, его восстановить, не делайте этого. Это очень, очень хлопотный процесс. И, да, и тут надо, вот я не знаю, либо быть просто фанатом этого дела, только тогда в это лезть. Я хочу рассказать историю этого мотоцикла. Давай говорим. Потому что это история о настоящей любви. Пожалуйста, рассказывай. В 1986 году этот мотоцикл покупает дедушка супруги моего друга. Так. А, да. Всю жизнь. Вернулись к началу, да? Вернулись к началу. Всю жизнь он катался на этом мотоцикле и ездил со своей супругой. Угу. К сожалению, так получилось. Год назад умирает его супруга. Ну, возраст и так далее, и так далее. Сейчас будет немножко трагическая история. Значит, дед ставит себе цель дожить до годовщины смерти. Ага. И уходит ровно после годовщины. Как не верить в настоящую любовь после этого? Невероятно. Ровно, практически, вот буквально пару дней проходит после этого, и человека не стало. Вот как не верить, и как не беречь такую технику, которая связана с настоящими эмоциями? Ты понимаешь, я рассказываю, у меня мурашки просто по рукам бегут. Но это сильно, она сам действительно история. И мне кажется, что мы вот очень часто, ну, не то, что не придаем значения, но мы до конца не понимаем, что вот наше сознание, оно управляет больше нами. То есть вот как мы себя поведем, как мы себя почувствуем. То есть мы сами лишний стресс иногда в свою жизнь спускаем, хотя могли бы просто их обойти стороной. Абсолютно. И на этом и описание закончилось. Но нет. Я не знаю, как я решаю стрессовые ситуации. Либо кардинально, то есть нельзя делать одно и то же и получать разный результат. То есть делать одно и то же получать тот же результат по факту как бы. Итальянский темперамент есть такой, знаешь, когда там посуду побить, там покричать просто. Да, да, да. Ты крикун или ты, наоборот, ты рассудительный, ты скажешь, подожди. Это зависит от степени стресса. Понял. Потому что сначала я могу, да, швыряться чем угодно. Я вспыльчивый товарищ, как бы это, наверное, видно по темным волосам на моем лице. Но вот когда уже критическая ситуация, и я понимаю, что если как бы я не соберусь, то тогда все, каюк. Но тут уже надо собраться, эмоции уходят на второй план, и тогда уже там что-то как-то оно решается. Ну, то есть тебе свойственно вот это. Поорать. Да, конечно, конечно, да. Что у тебя всегда есть с собой в машине? С собой в машине у меня всегда есть, даже не знаю, что, телефон. Ну, что еще, ну, кофе, вода, вода обязательно, да. Вода обязательно. Обязательно, всегда. Я понял, что очень мало воды пью, и надо. Вот сейчас, да, там все говорят про эти два литра, надо пить ежедневно. Слушайте, пить. Кто это говорит, кстати, друзья? Кто? Я говорю, да. То как раз употребляете ежедневно минимум два с половиной литра воды пить, да? На самом деле вот зачастую мы чувство голода путаем с ощущением жажды. Я, значит, это тоже могу лекцию прочитать. Поэтому, как только чувствуете вот легкий привкус жажды, вот тогда уже надо пить воду. Маленькими глоточками, по чуть-чуть, но она должна быть в наличии. Все остальное, как бы, это так, мелочи. Хорошо. А к чему ты, собственно, спросил об этом? Без чего? Ну, такой блиц-опрос. Без чего ты точно не выйдешь из дома? И ради чего ты точно вернешься? Точно не выйду из дома без телефона. Так. И за ним вернешься, если что. Я тебе скажу больше. Я время от времени вот делаю вот так. Вот здесь рядом лежит телефон, понимаешь? Я так, нет-нет, так смотрю. Так, что тут происходит? Ага, все понятно, да. Я просто немножко фанатичен в эту сторону. И я... Ты понимаешь, социальные сети, они же нас подсаживают, как наркотик. Это был следующий вопрос, кстати, по поводу социальных сетей. Потому что я смотрю, что ты активничаешь. В социальных сетях ты ведешь сторис в Фейсбуке. Я ненавижу социальные сети. Ты ведешь сторис в Фейсбуке. Я ненавижу социальные сети. Я бы хотел избавиться от них и просто забыть. Это вещь, которая должна делать на социальные. Хотя получается абсолютно наоборот. Люди вот закрываются в своих экранах. Я вспоминаю свое детство. Потому что мы катались, если помнишь, на этих самокатах с подшипниками. Кстати, это отдельная история. У меня был этот вопрос. Потому что, ну скажем, допандемические еще времена. Мы сделали такой единственный пока в городе и вообще в стране вот такой вот сэшн. Вы собрали людей и реально собрали деревянные самокаты. Как вы это сделали? Где вы нашли подшипники? Честно вам говорю, это было что-то с чем-то. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пришли довольно серьезные было несколько бизнесменов, у которых время там на вес золота. И ребята с серьезным капитальным оборотом. Они своими руками сделали вот это. То есть там же собирали? Нет. Ну понятно. Заранее они подготовились. Они съездили, купили подшипники. Благо есть магазины, где они продаются. Там тот же всем известный Татен. Они сами собрали это. Сделали. Они привезли своих детей. И они на этом ездили. Они улыбались от уха до уха. Они, наверное, последний раз так улыбались 20 лет назад, когда евро был по 16. Слушай, я так думаю, что, знаешь, весь вывод, который можно сделать из этой истории, что не стоит так очень быстро прощаться с какими-то, скажем, старыми вещами. Потому что, во-первых, у каждой из них есть своя определенная история. А во-вторых, они несут, наверное, еще какой-то, не знаю, обучающий познавательный смысл сами в себе. Миш, хочу тебе задать вопрос. Да. Вот мы, я надеюсь, может быть, в этом году, может быть, в следующем сделаем опять этот заезд на самокатах. Да. Ты сделаешь самокат. Да, я сделаю самокат. Да, я готов. Я готов. Все, друзья, обещал. Вы запомните этот выпуск. Вот чтобы потом можно было это сразу мне этим в лицо тыкать. Да, я готов. Причем у нас маршрут был на ботанике к Дмитрийской церкви. Вот Дмитрий, Дмитрийская церковь, да. То есть у нас как раз был вот этот маршрут. И там еще до ее, так сказать, ну, расширения территории, то есть был как раз спуск. Тогда еще третья школа, ныне лицеет имя. Я там учился. Я там учился. Я там учился, я прекрасно знаю. Да, да, да. И вот мы вот-вот, то есть у нас был отличнейший маршрут. Мне иногда хватало даже доехать до окон своего кабинета А13. То есть мы как бы вот, то есть мне прям хватало вот этой вот амплитуды. Вот, да, да, друзья. МН-24, блин, смотри, до сих пор помню. Да, да. Расскажи, да, говори. Я тебе договорю насчет самокатов, потому что у нас был маршрут вдоль долины Рос. Там отреставрировали одну тропиночку и протяженность этой дорожки, наверное, сейчас метров 800. Хорошо. И ты знаешь, какой кайф был, вот это вот, сопли, слюни. Да, причем, так сказать, на невысоком уровне, друзья. Да, да, да. Те же, кто на скейтах, понимаете, они гораздо выше уровнем уже, кажется. У нас, к сожалению, времени здесь не хватает так долго обо всем говорить. Но согласитесь, что раскрыть вот эти вот мужские увлечения, и то мы еще не обо всех поговорили. Рыбалка любишь? Обожаю. Охота? Не уверен. Очень много путешествуете? Да, даже по Молдове стараемся много кататься, правда. Как у вас это происходит? То есть, как вот выбор падает на то, что, как ты говоришь, куда глаза глядят? Позавчера вот так получилось, было пару часов свободного времени. Просто потому что было свободное? Просто свободное время. Садимся в машину, едем в сторону Дубоссарского района. Но сейчас нельзя в сторону Приднестровья выезжать, понятно, да, все закрыто из-за карантина. Доезжаем до села Погребя. Где-то там вот есть за водовыми водами. И просто едем, куда глаза глядят. Потому что я помню, что где-то там были красивые виды. Проезжаем, смотрю, стоит какая-то старая церковь. Я такой, интересно, а что за старая церковь? Я присматриваюсь, она вся в следах от пуль. Просто изрешеченные стены. Оказывается, я выставил сторис, и мне пишут несколько лет назад. Рассказывали про эту церковь, что это церковь, которую построили по приказу Николая II. И была она полностью разрушена во время Второй мировой войны. А вот как не натыкаться на такие места? Как не ездить вот для того, чтобы все это увидеть? И это все на территории нашей страны. Потому что мы, конечно, с вами, возможно, где-то выбираем достаточно обычные, что ли, стереотипные места. Сахарно-Цыпово, да? Да, Сахарно-Цыпово, Старый Аргеев. А есть действительно очень много нераскрытых красот. Поэтому путешествуйте по стране, берите, садитесь на мотоцикл, садитесь в Диме в коляску, садитесь на машину. Все у вас получится. У нас же наш байк здесь готов. Я не знаю, получится ли у нас каким-то образом сейчас. Выложите его, да? Если это два колеса, да, нарисовать. Подожди, подожди. Тогда давай, если два колеса, то два колеса. Смотри, тут же мы организовываем, вот это будет сам мотоцикл. Значит, это у нас будет двигатель. Значит, давай вот сделаем еще вот так вот. Разрезаем. Это у нас руль, условно говоря, да? Вот тебе, пожалуйста, колеса чуть пониже. Ладно, пойдет и так. Все, прекрасно, друзья. Ленивая пицца от двух мужчин, на самом деле, очень сытная. И даже где-то местами полезно, здесь ничего вредного нету. Нужные калории только помогают. Дмитрий Спиваков сегодня поговорил о своем хобби в программе «Азбука вкуса». Подписывайтесь на его инстаграм и следите за этим талантливым парнем. Вот, мне очень приятно, что ты сегодня согласился и разделил со мной не только эфир нашей программы, но и, соответственно, разделишь еще и трапезу. Так, у нас две части. Мы прощаемся на этом. Да, это уже прощаемся. Миша, спасибо тебе большое за приглашение. Это уже, кстати, вторая часть. Это уже все. Это была вторая часть. Поэтому выбирай любое колесо. Слушай, я вот это выбираю себе. Лучок? Нет, вот это. Вот это. Хорошо. Вам приятного аппетита. Не болеть, друзья. Давайте побеждать всю эту пандемию. Следите, конечно, за всеми правилами техники безопасности. Ну и простите, что без шуточек. Да, сегодня все как-то серьезные истории. Все хорошо. Серьезные истории и дача очень трогательная. Все. Самое главное – здоровье. Вот. А мы встретимся с вами ровно через неделю. Пока. Пока. Спонсор показа – Bosch. Bosch. Техника, которая говорит сама за себя. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»